Кишечных инфекций традиционно зимой бывает меньше. И в общем в эти праздники пришли достаточно спокойно. Кишечных инфекций у нас не было, ни вспышек кишечных инфекций, и кишечных больных поступало. В общем на уровне обычный, уровень обычный, уровень заболеваемости. Эту неделю, в прошлую неделю был рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. И к нам поступало ежедневно 7-10 пациентов с диагнозом грипп. На этой неделе отмечается некоторое снижение заболеваемости гриппом и респираторными вирусными инфекциями пациентов, которые поступают в инфекционную больницу. А в инфекционную больницу, как правило, поступают пациенты, которые болеют тяжело, с высокой температурой, с выраженной интоксикацией. Кроме того, достаточно высок уровень заболеваемости корью. За первые 10 дней 2019 года в больницу поступило 50 пациентов с диагнозом корь. Преобладают среди поступивших взрослые. Пациент, дети с гриппом и респираторными вирусными инфекциями идут в детские стационары другие, потому что всех пациентов инфекционная больница принять не сможет. К нам поступают в основном взрослые. С диагнозом грипп тяжелое течение или грипп, который осложнен воспалением легких. Кроме того, соматические стационары города, в соответствии с планом перепрофилирования госпитальной базы города, в случае возникновения эпидосложнений в данной ситуации, это грипп, принимают пациентов с осложнениями гриппа, то есть с пневмониями. И достаточно много больных с пневмониями лежит в стационарах города. Грипп протекает тяжело. Любой грипп, или он H1N1, выделялся, по данным областного лабораторного центра, выделялся штамм гриппа H1N1 и H3N2. Это все разновидности вируса гриппа А. Вирус гриппа Б, как правило, появляется в конце вспышки. Б, по-моему, не выделялся. Но для нас, в общем, это значение не имеет. Если первый случай зарегистрирован, гриппа подтвержден лабораторно, дальнейшие исследования уже можно... Ну, это просто проводится для статистики, потому что по клинике это грипп, и достаточно много больных с типичной клиникой гриппа. В прошлом году было мало гриппа. Просто было мало гриппа. По сравнению с этим годом гриппа было меньше. Конечно, сравнивать с уровнем 10-11 годов нельзя, потому что тогда было очень много. Тогда была вспышка гриппа очень большая. Но в этом году количество больных гриппом больше, чем в прошлом году. Но в этом году нам тяжелее, потому что в прошлом году, Если вы помните, в 2017 году началась вспышка кори, и декабрь и январь прошлого года, и декабрь и январь, декабрь позапрошлого и январь 2018 года, это был резкий подъем заболеваемости корью, и гриппа практически не было, была в основном корь. Вот у нас за прошлый год, за 2018 год больница пролечена 1700 пациентов с диагнозом корь. Это гораздо больше, чем в 2017 году. Значит, за прошлой неделю по сравнению с предыдущей, общее количество заболеваемости снизилось на 11,6%, за счет детей на 16%, потому что это связано, вы знаете, с зимними каникулами, разобщение наступило, и поэтому количество пациентов, конечно, будет уменьшаться, контактов меньше. Он превышен порог, но количество заболевших по сравнению с прошлой неделей уменьшилось, и мы чувствуем, то есть по статистическим данным областного лабораторного центра уровень, он сказал, снизился на 11,6%, и мы чувствуем количество больных несколько уменьшилось, как бы не сглазить. Субтитры создавал DimaTorzok